В Европарламенте сегодня обсуждали, какая же должна быть миротворческая миссия на Донбассе и как добиться ее создания. На конференции собрались евродепутаты, представители ОБСЕ и НАТО. Каким выводом пришли, расскажет Елена Абрамович. Поговорить о введении миротворцев на Донбасс дипломатов и экспертов пригласили евродепутаты. В Европарламенте парламентарии взволнованы обострением ситуации и понимают, что позиции по поводу роли голубых касок в Киеве и в Москве очень разные. Поэтому вероятность создания миссии миротворцев сейчас призрачна. Не лучше ли сконцентрироваться прежде всего на прекращении огня и обсудить, как этого достичь? Даже несмотря на то, что часто нам это не удавалось. Потому что мой опыт многократного общения с населением в серой зоне показал, люди на самом деле даже не понимают, что такое миротворцы. Они просто хотят, чтобы не стреляли. Впрочем, представитель миссии ОБСЕ Александр Хук с помощью цифр наглядно продемонстрировал режим тишины, не решение вопроса. И нужны дополнительные меры. Чего сегодня не хватает и что могло бы улучшить ситуацию, так это создание механизмов ответа на любое нарушение нынешних или будущих соглашений. Сотни тысяч нарушений режима прекращения огня, погибшие, раненые и никаких последствий ни на месте, ни в политическом плане. Мониторить мало, нужна еще ответственность за нарушения. Давить на Россию нужно с помощью санкций, настаивали участники дискуссии от Украины. Дипломаты надеются на влияние Соединенных Штатов. Путин вскоре встретится с Трампом. Миссия будет создана только в случае принятия резолюции Совбеза ООН. А для этого необходимо согласие России. Это базовый факт, поэтому не стоит забывать, что нам нужно договариваться с Москвой. В то же время дипломат подчеркнул, предложенный Путин им формат миротворцев, когда они будут защищать только представителей ЭБСЕ, не приемлен. Миссию нужно разворачивать на всей неподконтрольной части Донбасса и украинско-российской границе. Если размещать миссию только вдоль линии разграничения, то в результате будет замороженный конфликт. А нам этого не нужно. Участники дискуссии согласились, не пытают иллюзий, что можно быстро достичь компромисса. По этому вопросу, но заверили, приложат максимум усилий, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов, подробности, Европейское бюро телеканала Интер.